всем привет сегодня предлагаю посмотреть на эту занятную штучку кассету название которой я так и не понял это сейчас когда у меня есть запечатка и все тебе появилось немного информации могу сказать что она скорее всего называется в ви ви кассет тейп так и и иногда обозначают при продаже но это название более менее читается только на упаковке а мне несколько лет назад попалась голая кассета то есть без вкладыша и вот на ней никаких внятных букв не видно и когда я заказывал на нее вкладыш который тоже был мне неизвестен так как в сети не было никаких фотографий вкладыша этой кассеты я решил сделать все по образцу т.д.к.а. 86 года но писать т.д.к.а. на вкладыши показалось мне неправильным я решил озадачиться хоть какой-то смотрибельностью или сочетанием надписи на кассете или вкладышей вариантов тут хоть отбавляй но хорошо зная английский язык я решил что четыре символа после буквы в похоже на четыре английские буквы которые образуют слово фиджа и теперь я называю эту кассету фиджа и мне это название нравится больше чем в кассеты леви кассет какое название нравится вам напишите в комментариях сама по себе кассета неоднозначная да она сделана на базе кассеты т.д.к.а. 86 года но мне было очень интересно знать для чего и ответ на этот вопрос я так и не нашел поэтому все что я скажу далее это только мои личные домыслы без претензий на истину так что прошу сильно не ругайте меня я думаю что это кассета имеет отношение к каким-то внутренним японским бизнес делам а именно это рекламная кассета для раскрутки или какого-то японского супермаркета или для рекламы японского доширака может здесь написано не секрет что т.д.к. очень часто делала кассеты для рекламы каких-то брендов т.д.к. салим как вот эта кассета т.д.к. camel да и не только т.д.к. баловались подобными вещами вот и это изделие из этого ряда кроме этой кассеты с таким же наименованием существует еще одна кассета от т.д.к. эту кассету я распаковывал лично и у меня на канале есть по ней видео отчет ссылку на него сможете найти в описании к этому видео поэтому останавливаться на этой фидже я не буду а перейду сразу героини сегодняшнего выпуска как уже сказал фиджа это клон т.д.к. а 86 года и было бы разумно сравнить обе эти кассеты между собой посмотрим на упаковку что сказать по ней они разные и никакого очевидного сходства между ними я не вижу ни спереди не сзади в целом хорошо упаковки разные тем интереснее по цене на эту кассету сказать что-то конкретное сложно в данный момент на авито может быть есть пара объявлений одно за 2 500 а второе за вообще безумные 3000 рублей я до покупки своей фиджи видел их под тысячи и считал эту цену высокой за подобную вещь думаю что эта кассета имеет ценность только для коллекционеров кассет т.д.к. и все что с ними связано я купил ее просто из спортивного интереса его свой интерес оценил в 500 рублей который и заплатил за эту фиджу сан саныч давай червонец пожалуйста керосинка буду покупать надеюсь успели посмотреть на эту обертку давайте скроем лезвием я готов он сидит хорошо ну что значит качественно сделанная вещь да сошла упаковка как всегда у т.д.к. одна из лучших бумага не сильно шуршащая довольно плотная надежная вещь грамотная перед вами только что скрытая еще не открывавшаяся кассета вид спереди вид сзади торец торец такой верх ногами получается то есть его правильно смотреть надо вот так логично было бы если кассету повернуть и надпись была бы читаема ну это видимо такой визуальный ход в принципе интересно открываем хорошо щелкнуло в комплекте кассета вкладыш вкладыш такой плотность наверное не меньше там 250 ну я думаю что стандартный вкладыш от т.д.к. а по плотности визуально изнутри выглядит следующим образом здесь тоже получается вверх ногами написано что это символы какие-то или все-таки это буквы не пойму до сих пор наружная обратная сторона коробочка коробка сто процентов т.д.ковская с трехлучевыми широкими стопперами на коробке в правом верхнем углу написано т.д.к. made in japan все грамотно красиво мощно и брутально пластик он даже не гнется опять же классическая т.д.ковская коробка у всех есть наверное никто ничего нового по этой коробке не узнает фиджа кассета давайте попробуем почитать вот мне кажется zv и что вот дальше вот это вот дальше я посчитал фиджа 46 минут вылитая кассета т.д.к.a. 86 года в правом верхнем углу на кассете также есть какой-то логотип не какой-то логотип т.д.к. кассета не имеет никакого запаха давайте сравним ее с т.д.к. а слева как вы понимаете фиджа справа т.д.к. а на первый взгляд до обе кассеты по вкладышам одинаковы но на фидже красная часть она 60 процентов от общей поверхности занимает здесь же на т.д.к. 50 на 50 все ровненько сейчас смотрим вкладыши вкладыши тоже похожи и тоже сделаны вверх ногами честно говоря никогда не обращал внимания на вкладыши т.д.к. а что он также сделан и на фидже нет метки номер в остальном же никаких различий не вижу обе коробки с логотипом т.д.к. made in japan вкладыши также одинаковы и бумага на цвет такая же по формовке никакой разницы между кассетами не вижу все один в один смотрим тогда дальше как видите т.д.к. а на пяти винтах есть центральный винт на фидже центральный винт отсутствует она четырех винтовая и наверное это считается как бы круче иногда мне интересуется а вас это кассета на четырех винтах или нет я когда говорю что она на пяти винтах все таки нам такое не надо то есть может быть именно четырех винтовая версия от т.д.к. является какой-то ценностью без понятия наклеечки визуально одинаковые но на фидже есть полоска разделяющая вверх и низ и сама наклейка она лишена классической болезни т.д.к. а на ней не видно проступающий клей она белая она красивая она аккуратная вот бы такую т.д.к. а найти с такой же хорошей наклейкой в остальном все идентично на кассете вижу серийный номер язычки целые корпус красивый ровненький ну и раз уж две кассеты в руках давайте сравним по ленте т.д.к. сверху фиджа получается снизу подушечки по размеру одинаковые ракорд также одинаковый лента склейка да и лента тоже один в один никаких различий не по текстуре да обе гладенькие полированные красивые в общем не по текстуре не по цвету различий не вижу это прекрасно и формовка кассеты вернусь к ней она классический кирпичик естественно на нижней части видно разные буквы плюс на т.д.к. а написано made in japan на фидже никаких надписей о японии не видно собственно мой вердикт что да фиджа это т.д.к. кассета но это этого и не требовалось доказать хорошо давайте посмотрим есть ли разница между лентами естественно в этом вопросе нам может помочь только пионер сети 757 кассета фиджа 86 год она же в кассет впервые в своей жизни вставилась в магнитофон перемотка перемотка тихо как украинская ночь вперед назад я когда-нибудь сниму наверное отдельное кино в котором попытаюсь объяснить почему я не перематываю кассеты туда-сюда обратно вот и сегодня я тоже не буду мотать кассету калибровка калибровка безупречно слегка убавить уровень а я думаю даже я бы не стал его трогать потому что впереди тест на 400 герц и слегка убавить подмагничивание обе крутилки крутилка bios встала на минус 2 деления уровень минус 1 но если быть совсем уж правильно по калибровке то конечно надо удавать лучше убавлю вот так более-менее подмагничивание минус 4 деления уровень минус два с половиной кассета калибровку прошла вопросов нету давайте по горячим следам сравним с тдк а по ленте напомню что это тоже свеже распечатанная кассета и видео по вскрытию тдк а есть у меня на канале кому интересно посмотрите калибровка тдк а чуть-чуть отличается я думаю это отличие связано с тем что в тдк 90 минут на лента она чуть тоньше в этой 46 минут на но это предположение калибровки совпадают остановлюсь на этой версии и бы потом вообще местами не перепутать а то фиджа 400 герц входящий сигнал 0 децибел на выходе падение до минус 1 а вот такое небольшое может быть я 0 настроил ничуть неровно вот так вот максимально что нам даст регулировка уровня буквально на чуть-чуть я довернул уровень в калибровке оставлю так то есть в принципе крутилку уровня в калибровке я решил не трогать пусть лучше будет равномерное падение до минус 1 децибела с нуля до минус 1 весьма неплохо все ровненько все красиво все так как мне нравится тест на 400 герц не на пятерку 4.7 30 снимаю за то что есть падение по уровню и я не могу его вытянуть ровно не получается спишем это все на усталость магнитофона пусть будет так и на то что я не перемотал ленту тогда наверное не 4.7 а 4.8 общая оценка в любом случае никаких вопросов по этому тесту нету перекалибровать кассету я тоже не буду потому что крутилку уровня я не сильно и трогал я в принципе даже не подкрутил все хорошо давайте послушаем как эта кассета звучит как всегда входящие до плюс 3 децибел до значка долби по этой шкале вход и выход смотрите по соответствующим иконкам пишем лента шумновато но учитывая то что это железо я бы сказал что шумность выше среднего пусть будет так песня по 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 Редиска Кантошка Редиска Шатеринка, сосиска Редиска Нехороший человек Редушка Хочу быть Работать на лекарство будешь Вежливость Лучшее оружие вора Девушка, а девушка А как вот зуб Канил А меня Федя О, давай О, есть, есть, ё Ты вор, джентльмен удачи Украл, выпил, в тюрьму Украл, выпил, в тюрьму Романтика Пасть порвут Извините А ну-ка, налет туда За доцентом Ухи, ухи, ухи Что могу сказать по записи Никаких критичных замечаний Эта Феджа не вызвала Писалась без дропаутов Лента, как уже сказал, слегка шумновато Разбаланс Был, но он был Видно было при калибровке Там буквально Один пол децибела Правый канал падал И на записи тоже это было видно Несмертельно Крутилка Рэкбаланс Все это выровняется Легко Ну и да Скоро Надо будет пионерщик Отправить на профилактику Тем не менее Мне все понравилось Вполне себе Достойная кассета ТДК По звуку По ленте Никаких вопросов Твердая 4,9 Пусть будет так Мне же осталось Только надеть упаковку На эту кассету И получить Обрили уже Вот такую Занятную вещь Все прекрасно работает Все отлично выглядит Как положено Открывается И закрывается На этом Сегодня все Надеюсь Видео было Интересным Полезным Вы узнали Много нового О альтернативной версии ТДК А 86 Года Не забывайте Подписываться на канал Впереди Еще много Интересных Кассет Запечаток Распечаток Все посмотрим Все увидим Самое главное Все Кина не будет Электричество Кончилось И не болейте